На днях в Средиземном море затонуло еще одно судно, плывшее в одну из стран Евросоюза. Более 10 человек, находившихся на его борту, погибли. Это свидетельствует о том, что ЕС нуждается в реформе своей миграционной политики, заявила в интервью Евроньюз еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон. Действительно, на прошлой неделе Польша и Венгрия не смогли использовать свое право ВЕТА, чтобы воспрепятствовать одобрению другими странами ЕС одного из элементов пакта о миграции и убежище. Еврокомиссар это только приветствует. Как только новый миграционный закон вступит в силу, его должны будут соблюдать все страны-члены ЕС, в том числе восточноевропейские, которые неохотно принимают беженцев и нелегалов. На следующем этапе, по мнению Илва Юханссон, нужно будет больше способствовать развитию стран, из которых люди стремятся переехать в Европу. Поэтому Брюссель стремится наладить сотрудничество со столицами Северной Африки. Так Тунису обещана помощь на 1 миллиард евро, в том числе 100 миллионов, на комплексный подход к управлению миграцией. Хотя у еврокомиссара имеются вопросы по поводу возможных нарушений прав человека в этой стране. Евросоюз рассчитывает на помощь в управлении миграцией не только стран за его внешними рубежами, но и неправительственных организаций. Илва Юханссон, которая родом из Швеции, высоко оценивает поисково-спасательные операции в Средиземном море, которые осуществляют суда, принадлежащие этим НПО. Сказал и еврокомиссар по внутренним делам.